Всем привет народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите мой Джесс Плей канал и мы продолжаем проходить Дарк Русейд за Имперскую Гвардию. И перед тем как мы начнем, минутка информации, потому что я знаю, что не все к нам заходят в Дискорд, не все в курсе каких-то там моих личных или новостей канала, поэтому специально посвятим буквально там немножко времени на то, чтобы вам объяснить, что сейчас на канале у нас будет происходить. А если вы не хотите, чтобы я в каждых там видосах, когда что-то происходит, вам тратил ваше же время на объяснение, именно в видео, то заходите к нам в Дискорд, ссылка всегда есть в описании, там со мной пообщаться, можно и поиграть в разные игры, типа того же Вархаммера или СНС и так далее, и в принципе там я пишу как раз таки новости какие-то. Так вот, что за новость? Я буквально пару дней назад сходил к зубному врачу, к стоматологу, чтобы проверить мои сморочьи жубы, и оказалось у меня за 10 лет, как я не ходил к стоматологу, образовалось целых 5 дырок в различных 5 жубах. Естественно, мне теперь их надо лечить, один зуб мне уже полечили, и знаете, мне вот после этих лечений как-то даже с наркозами все равно немного некомфортно сейчас даже разговаривать, поэтому сейчас в ближайшее время на канале у нас на Ютубе и на нашем Твич-канале и видео и стримов будет немного меньше, потому что мне надо сейчас заняться моими жубками сморочьями, и как только я их пролечу, тогда мы вернемся к стандартному привычному графику, там, в день по одному видео или через день в видео и так далее. Короче, учитывайте этот факт и заходите к нам в Дискорд, чтобы я вот минуту времени вашего не тратил на эти объяснения. Короче, что мы сегодня делаем? Советы ваши я почитал касательно того, как мне вообще воевать в компании, и понял одну простую истину. Так как я никогда не проходил Dark Crusade или Soulstorm на высокой сложности, я даже подумать не мог, что мощь 6 будет мне давать по моим больным уже жубам. Поэтому нужно было с самого начала кампании мне как можно быстрее прорашить вот сюда, потом захватить центр Павониса, потом захватить, наверное, пустоши РСа, ну или наоборот, пустоши РСа, потом Павонис захватить, и уже сразу же по всей карте десантироваться и забирать самые-самые быстро разрастающиеся территории, типа территории, у которых мощь, например, 5, чтобы не дать им разрастись до мощи 6, потому что когда мощь 6 у врага наступает, я уже ничего с этой мощью сделать, к сожалению, не могу. Поэтому сегодня мы идем на территорию Западной Пустоши, заберемся от Сербера, ну и попутно еще не дадим этой территории разрастись до мощи 6, чтобы я не смог потом ее забрать, да, потому что если будет мощь 6, я не смогу ее забрать. Потом, наверное, пойдем сегодня мы еще на вот эту территорию, здесь, в принципе, ничего сложного, да, Лиса Януса. Короче, сегодня у нас драчка со сморками, как раз, да, тематически так сложилось. Так, у противника одна вот хорошо укрепленная база, он ветеран, есть элитные подразделения, меня это не волнует, потому что у меня элитные подразделения в виде бесконечно поступающих войск имперских гвардейцев, которые будут дохнуть штабелями. Короче, поехали. Так, ну, да начнется от битва. Ох, Йоа, а что это за карты, что мне тут делать-то надо? Хороший, блин, вопрос. Я даже и не знаю. Так, ну давайте пока позиции позабираем. А там потом посмотрим. Так, ну противник тогда, а он, кстати, может быть и здесь. И здесь. А где противник? Давай, наверное, часовой сбегает, узнает, где у нас силы противника. О, уже? Уже? Неплохо. Ну поехали, подеремся. Так, командир, воевать. Так, часовой. Тогда они, значит, где-то... Ага, они уже здесь. Слушай, тогда раз к нам идут войска противника, давайте мы их примем с распростертыми объятиями. Давайте мы их тогда примем. А там разберемся в процессе. Так, там Горгус идет. Сейчас давайте мы Горгуса быстренько развалим. Так точно. И будем разбираться с другими проблемами. Так, интересно, интересно. Не, ну если мы сейчас быстренько развалим Горгуса и его армию сморщиков, то нам будет ой, как дальше проще. Так, мужики, давайте проверим, где у него армия. Если у него армия где-то здесь, то это будет очень интересно для нас. Ну просто если его паза где-то здесь, прям прикиньте, будет интересно как. Так, быстро сюда. Если мы типа рядом появились, это очень интересно. Так, давай, энергостанции. Еще техно-желеса, еще пацанов сюда. Так, нет, не здесь. Слушай, а где у него база тогда? Давай ты сбегаешь сюда быстренько, часовой. Нам надо как можно быстрее узнать, где база врага. Так, а мы тогда идем сюда. Нет, не здесь. Понял. Интересно, а где? Давай пехотный штаб сюда. Энергостанция еще. Нет, тут базы нет, понял. Давай тогда сюда. Сейчас мы узнаем, где у него база. Подпушим ее немножко. И посмотрим, где они вообще тусуются. Так, ну интересно. Ага, эта точка свободная. Слушайте, а карта довольно интересная. Я, конечно, всегда говорю, что мне карты особо не нравятся кое-какие на карте Вархаммер. Опа. Так, они, значит, здесь. Понял. Они где-то здесь. Значит, они здесь. Можно дальше не разбираться. Все, парни, стоим. Пердим на этой позиции. Ты срочно идешь ее укреплять. Так, часовой идет сюда. Нам надо просто не дать противнику развиваться. Надо его где-то в ущелье каком-то зажать. Ну вот как здесь, например, до этой позиции. Зажмем сейчас его. Эту карту мы полностью под себя подожмем. Ага. Они реликты забирают. Интересно. Так, хорошо. Сморчики здесь. Я понял. Все, подпушиваем врага, не даем им развиваться. Если мы это дадим и сделать, будет хреново для нас. Все, парни, поехали. Так, командир, давай тебе вот таких парней. Нет, у нас нет комиссара. О, Горгус пришел. Так, мужики, отходим. Отходим сюда. Тут сейчас будет у нас улучшенная, так сказать, оборонная конструкция. Так, отходим на базу. Блин, хреново, что комиссара нет? Надо срочно комиссарчиков сюда. Пехотный штаб, давай сюда парней еще. Тактический штаб тоже сюда. Есть где у нас еще техножицы? Конечно, есть. Укрепляем позиции. Сморки сами по себе довольно жесткие, ребята. С ними будет не так просто. Ну, а мы, думаю, справимся. Так, командир. Давай в бой. Часового бы не просрать еще. Туда гранаты им давай оформим. Сейчас троллика построится, будет веселее. Так, так, так. Турель. Отлично. Давай засаживаемся туда, сидим, пердим. Так, полковые охранители тут тусуются, все хорошо. Нормально, сидим, сидим, парни. Вы, главное, не умирайте, мужики. Вы мне нужны живые. О, другое дело. Вышли комиссары. Так, ну, гордость сейчас мы развалим. Нормально. Тут тоже сейчас разберемся. Так, надо им не дать вот сюда пройти. Надо как-то эту позицию тоже забрать себе, как можно быстрее. Куда принести его волю? Так. Где еще техно-жильцы? Хорошо, делаем улучшения. Слушай, а со сморками весело, да? Элитное подразделение, вот это вот все. Это вот любят они этой херней заниматься. Так, захватите дополнительные точки. Херово. Что нам делать? Воевать. Ох, йо. Отряд умирает. Давай вот так. Командир, ты там жив? Да, нормально у него все. Так, отходим. Туда отряд у нас полудохлый. Сейчас ему комиссара дадим, а они сразу приободрятся. Если, конечно, не сдохнут. Так, все, валим эту всю срань. Хорошо. Так, командир живой, все отлично. Так, забираем эту позицию. Вы, мужики, стойте здесь. С гранатометами, наверное. Будете контролировать эту территорию. Ну, вдруг они туда поломятся. Так, дальше. Позвольте мне возглавить. А, нет, давай ты, наверное, метнешься сюда. Проверю вот эти точки. Нет ли с ними никаких проблем. Если есть проблемы, тогда заберем их. Все, вот эту позицию тоже неплохо было бы забрать. И мы это, знаете что, сделаем. И мы это, с счастью, сделаем. Так, ну все, нате скорков мы сдержали. Дальше проблем быть не должно от слова совсем. Стоим здесь на точке ровно. Все хорошо. А, нет. У них база здесь. Так, подожди, а тут что? Одну секундочку, не понял прикола. Так, стоп. Могу я начать. Раз, два. Так, подожди, а тут базы нет, что ли? У них что, две базы? Откуда? Это все, что они могут. Куда принести его? Подожди, у них две базы? Нет, у них тут нет базы. Понял. Выполняю приказ. Тогда мы немножко не там оборону сделали. Но это, в принципе, значение не имеет. Слушай, интересная тема. Я-то думал, у них база в другом месте вообще. Она у них здесь оказывается. Вот это прикол. То есть оборону мы не там сделали. Получается. Ладно. Тут оборона по-любому нужна. Так, мужики, тогда делаем ход конем. Тут интересно, мы мимо их базы пробежали и даже не заметили, что она здесь находится. Нам надо как можно быстрее их штаб уничтожить тогда. Значит, делаем такую штуку. Уничтожаем им штаб. Как можно быстрее это делаем. Так, идем захватывать позиции здесь. Вот это давайте тоже снесем, чтобы они здесь не думали о разжираться. Так, control-1, поехали, братья. Уничтожим врагов. Империи. Так, укрепляем бойцов. С сержантами. Это все очень надо. Так, и сейчас попробуем пойти тогда развалить им лица. Ну, а что нам еще делать? Вот это вообще весело вы придумали. Не, ну слушайте, тадам, турелька и здесь нужна. По-хорошему. Нараз они так ломятся, щемятся здесь. Ну, они ничего тут не захватят. У нас тут куча турелей. Так, все, поехали. Поехали, мужики. Развалим им базу. Если мы дадим им отожраться, будет херово. Я хотел бы, конечно, захватить тут всю территорию, но... Это нам только комом выйдет. В горле. Лучше таким не заниматься. Так, выходи и строй. Почему? А, нет ресурсов? Да нихера себе. Че так мало резов? 200 надо, офигеть. Не, ну она... Штаб механизированных войск нам по-любому нужен. Поехали. Так, ой, тут веселье понеслось. А ну-ка, давай забафаемся. А, так-то лучше. Так, главное еще часового не просрать. Он нам очень нужен. Очень нужен. Все, поехали. У них, в принципе, сил особо нет. Обороны тоже. Давайте она сюда. Поэтому вполне себе у них не должно быть... Ничего сильного такого. Энергию давай еще. Турлик это хорошо, но нам надо больше энергии. Так, тут все в порядке, штаб уничтожаем. Не, ну, в принципе, сейчас несем штаб и все будет хорошо. Нам бы еще этот... Механизированный штаб заделать. Отлично. Просто отлично. Так, и давай, наверное, поукрепляем кое-какие позиции. Тоже пригодится. А то сейчас штаб тут снесут они. Вражеский. Нам бы пожить немножко надо подольше. Точнее, с морщиком надо подольше пожить. Мне надо сделать так, чтобы они тут немножко пожили. Так, давай точки укреплять. А, не могу. Давай тогда прироста влияния, увеличения заделаем. И плюс энергию тоже пригодится. О, поехали. Так, нам надо этих. Почетных, ребят, не просрать. Вот этих вот, да, именно вот этих. Поэтому сидите тут, мужики. Полковых телохранителей, вы мне нужны. Вы просто сидите здесь живите. А мы тут свои дела сделаем. Хорошо. Отлично. Вполне себе все хорошо. Давай еще запахаемся, мужики. Отлично. Так, позиции забираем. Это отлично. Так и надо. Плюс энергия. Так, ну в принципе не знаю. Есть ли тут что-то еще? Да нет, особо нет. Все, валим тогда штаб. Иначе мы сейчас все войска просрем. Что вам угодно. Так, бабаемся еще. Давай туда. А командира убили, да? Ну, ожидаемо. Если вы командиры не убили, я бы сильно удивился. Так, ну все, победа. Еще лагерь? Да нет, но это надо. Это не подходит нам. Ага, нормально. Все, никакого штаба, ребят. Да вы что, прикалываетесь? Вы типа прикалываетесь, да? Это какая-то шутка или что? У вас что, еще где-то штаб есть? Так, а где их строители? По идее мы уничтожаем штаб и победа. Вот победа же, где? Где победа? Я ее не чувствую, Джонни. А ее и нет, да? А, нет, все, победа. Короче говоря, если я не заказываю штаб после сразу же его уничтожения, получается такая штука, что... Сражение не проиграно. Так, ну ладно. На этом мы, наверное, давайте с вами заделаем сейв. Посмотрим, что будет происходить. Я не особо хочу играть сейчас защиту какую-то. Хочется забирать еще одну территорию у орков. Но, тем не менее. Так, сохранение сделали. Далее. Потому что у орков сейчас здесь нет ничего. И, в принципе, на этой территории, если мы нападем, будет очень круто. Но давайте посмотрим, что будет происходить. Потому что, ну, если сейчас некроны сюда нападут, будет тоже не очень круто. Хаоситы могут напасть только на нас. Ну, давайте смотреть. Если что, я, как бы, защиту играть не хочу. Ну, посмотрим. Ага. Мощь 11. На довольно большой карте. А если автобой? Победа! Отлично. Я просто не хочу сражения играть, честно. Так, тауи ничего не могут сделать. Орки. Орки пошли душить некронов. Ничего себе. И они задушили. Охренеть. Слушай, орки. А вы мне знаете, что сделали? Какую пользу сейчас? Вы мощь 7 превратили в мощь 4. И эту территорию теперь я смогу забрать. И у нас тут увеличение численности, кстати. Лиса Ассерии позволяет захватить управление реликтом. Оставленный жрецами Адептус Механикус. Улечит ограничения на максимальное количество подразделений. Короче, я так понимаю, у нас с вами изначально будет увеличенный в каждой миссии по обороне и захвату, в каждой миссии у нас будет увеличенный макс предел юнитов. То есть надо будет стоять меньше штабов механизированных войск и меньше штабов пехотных войск. Круто. Ну, мы идем, наверное, сегодня на леса Януса еще. Быстренько их запушим. Потом в следующем видео будем, наверное, валить вот эту вот территорию, да, леса Ассерии. Потому что увеличение численности мне тоже пригодится. И, кстати, еще тут есть горы Гипериона с передовой базой. Тоже классная тема. Надо будет их тоже позахватывать. Ну и, в принципе, все. Это, наверное, из таких интересных территорий, которые мне... Вот эти три территории мы, наверное, заберем. И надо будет уже потихоньку пушить тут Эльдар и забирать их Тирею. Ну или, наверное, Хаоситов. Хаоситы тоже довольно слабые. Короче, разберемся. Сегодня мы идем еще в леса Януса. Как я сказал, у нас сегодня драчка с орками. Так, давайте подеремся с ними. Так, еще заказываем себе крутых ребят. А все, армию давай закажем. Изначально нападем на орков так, что они охеревают. И все их жубы желтые повыбиваем. Вот будет весело. Но не для них. Так, ребята. Сразу сюда все. А мы начинаем с простого. Так, давай выберем всех юнитов. Контрол-1. Давай, мы, наверное, сюда пойдем пока. Поставим, где враг просто. А ты, наверное, иди сюда. Я не знаю, где орки, но где-то может быть здесь даже. Кстати. Карта довольно маленькая. Мне это нравится. Так, тут никого. Понял. Значит, идем сюда. Тут, кстати, можно поиграть и подольше. Карта маленькая. Сейчас мы где-то врага зажмем в ущелье. Тут два... Нет, тут вообще один подход к базе. То есть можно в одном. О, нашел. Короче, можно зажать врагов в ущелье. И все. И тут сидеть, дефать позицию. То есть я могу сидеть вот здесь, по большому счету. Круто. Так, парни. Начинаем экспансию. А, еще не могу. Ну, ладно, это пехотный штаб. Все. Они тут тусуются. Они тут сидят. Они ничего нам противопоставить не смогут. Так, он трил-1. Сиди в тактике обороны. Давай. На. А что так мало урона? Так, нам главное еще здесь не просрать наших юнитов. Полковых телохранителей. Мы их только заказали. Как-то не очень хорошо их всирать. И всяких химер и прочее, прочее. Так. Да, давай. Присоединяем. Так, а командир-то слабее. Но думаю, не сильно. Так, давай, наверное, к этим ребятам мы уже присоединим. Забафаемся. Хорошо. Так. Так, химеру просирать не надо. Все, сидим в оборонительной тактике. Можем даже на крысу забрать эту точку. Здесь мы позиции все поджимаем под себя. Они нам очень нужны. И, в принципе, все будет круто. Все, сидим душем орков. Забираем себе все позиции, чтобы эта точка была укреплена. А то вдруг туда не кроны будут нападать или еще кто-нибудь. Так, берем в Т-1 уходим. Делаем, наверное... Да, не знаю кого. Нам сейчас особо никто и не нужен. Так, сейчас эту точку заберем. Вы, в принципе, можете пойти вот эту точку забрать. Хотя нет. Наверное, сидите здесь. Здесь, в порядке, сэр. Здесь нам нужна оборонка. Так, ты сиди здесь, чтобы там отстреливать кое-кого. Во, отлично, понеслась с моча по трубам. Давай. Снайпер классный тип. Снайпер много чего сделать. Так, смотрите, у них получается один проход здесь всего. То есть они ничего сделать не смогут для нас. Это классно. Так, забираем позиции. Окей. Давай сюда. Тактически. А, не могу, мало ресурсов. Так, сидим здесь. Хорошо. Они все равно со своей базы далеко не уйдут. Так, поэтому у нас такая релаксовая миссия под названием экономический симулятор. Давайте вот так назовем. А, ну дорого. Пока нет энергии. Короче, поиграем немножко в экономический симулятор. Так, релик захвачен. Давай эти точки заберем. Зажимаем себе все позиции. Они нам очень нужны. На будущее всегда пригодятся. Поехали. Картика, кстати, прикольная. Мне нравятся карты, где есть всего лишь один проход. Это всегда прикольно. Выстрел. Люблю такие карты. Они довольно простенькие для захвата и для удержания. Вообще для всего. Поэтому мне такие карты довольно импонируют. А только, ну знаете, карта здоровая, как вот там с Эльдарами. И она большущая. И хрен поймешь вообще. Где база врага? Как с этой базой врага совладать? Ну очень тяжел с этим понять. Так, давай туда гренку. Опа. На. Императором мы победим. Все, сморщики. Приплыли, как говорится. Приплыли. Сейчас все позиции заберем. А то вдруг будет сюда нападение. И если я не захочу играть автобой, то можно будет и сыграть нормальный бой. И тут у нас уже все будет. Так сказать. Так, плюс энергия. Плюс ресурсы. Реквизиция так называемая или влияние, да? Да, влияние. О, мы влиятельные. Так, тут все сделали. Давай сюда энергостанцию влепим еще. Тоже пригодится. Так, давай сюда тоже энергостанции. Нам надо больше энергостанций. Они всегда пригодятся. Так, забрали. Хорошо. Так, все нормально. Что мы делаем дальше? О, поехали сюда. Конечно, в принципе смысла забирать эти позиции, наверное, много нет. Но, тем не менее. А почему бы, собственно, и нет? Они все равно сварщикам нападают. Который, в принципе, нам ничего противопоставить не может. Так, давай, наверное, тут еще механизированные войска сразу оформим. Чтоб можно было заказывать крутых Ребят, под названием технику. Опа! Да, дистанция наше, конечно, преимущество. С большой дистанцией мы хорошо с противником справляемся. Особенно, когда командиру даешь косаркинов. Нет, нет, нет. Вы стойте здесь. Я не так сделал. Так, ну все. Вы можете идти забирать вот эту позицию теперь. Блин, жалко, конечно, у нас всего три техножреца. Хочется побольше. Очень не хватает мне техножрецов. Вот серьезно. Их маловато. Так, штаб механизированных войск там нужен. Ну что, сморчики? Как оно там, а? На кампузе. Нормально? Я не знаю, нравится ли вам такие видео, где я занимаюсь экономическим симулятором или нет. Но, с другой стороны, вот бот на высокой сложности, без своих двух баз, вполне себе легко разваливается. И без стартовой армии. Потому что, когда у врагов стартовая армия, они просто этой армией душат, и все, не идут тебе ничего сделать. Так, а тактический я делал, да. Да, нет, не делал. Слушай, у нас нет тактического штаба. Как так? Это хреново. Так. Тут все готово. Тут все сделано. Давай тогда на базу идем. А, тут сварщик. Ну, сварщик это парень работящий, он нормальный. Ну, а там электронов ящик. Все, готово. А ты вот этих отстреливаешь или как? Или не особо? Давай отстреливай. Так, ребят. Мне тут только что позвонили орки, сказали, мы сдаемся. Я им, конечно, не поверил, но звучало убедительно. Короче, как всегда, вы знаете, меня отвлекают звонками, но ладно, ничего такого. Еще критического, как говорится. Просто позвонили, потрындеть, ничего особенного. Так, окей. Ну, что, орков будем пушить мы или как? Тан-тан-тан-тан-тан. Как много улучшений и как мне это нравится. Так, давай, наверное, пехотный штаб тут тоже оформим. Войнат. Дальше. Т-3 уходим. Часовой цербер сюда давай. Сюда, парни, давайте. Не хочу рисковать полковыми телохранителями, они классные. Они довольно полезные. Как-то их сливать не особо хочется. Так, сейчас у нас будут улучшения, будет очень классно. И посмотрим, что мы сможем сделать. Пока все отлично, все точки мы зажали, все точки мы отжали. Не может не радовать. Так, давай, иди на базу. Ты нам нужнее здесь. Так, ну давай еще тогда одного часового. А, ну да, энергии нет. Вон, поехали. Так, пехотный штаб есть. Все есть, марсианский центр, в принципе, не вижу смысла его тут делать. Ну, хотя можно, ради прикола. Но, в целом, большого смысла, опять же, я в нем не вижу. Так, парни. Вы тут тусуетесь? Гранатометики там в дом каждому. О, часовой. Хорошо. Так, выходим. Ну, можно сюда еще по приколу оборонку в виде турелях заделать. Это, не знаю, на какой случай вонючий, но мало ли, пусть будет. Так, ну все, в принципе, я готов атаковать. Могу я начать. В принципе, мы готовы атаковать. Сейчас тут последние грейды еще делаются, которые, в принципе, ну, помогут нам, но не сильно. Так, все позиции у нас укреплены. Да? Не, не все. Ну, почти все. Пусть будут укреплены, на всякий случай. А то вдруг там что? Так, ну все, поехали. Слишком долго мы тут сморщикам дали жить. Надо, пора бы давать им умирать. Все, поехали. Тактика обычная. Понеслась. Так, контрл-1. Поехали. Давай, фанатизм сделаем. Эх, бедные шморки. Бедные жубы. Но ничего. Вот мой садок, компания в релаксном режиме проходила. Было бы вообще круто. Так, вот на калибр, а вы где? Давайте сюда. Вот бы так в релаксе все проходило. Так, тяжелое орудие. Ну, давайте. Вот это, кстати, то, что мне очень сильно не нравится в ВАХе. Это тупящие юниты, которые не дают друг другу, блин, пройти. Так, а по себе где-нибудь уже. Короче. О, все, поехали. Так, у меня, столь, кто-то умирает еще. У нас просто тут настолько большая мощь, что мне кажется, ну, как бы нам ничего уже не помешает. Ну, да, сморков задушили, не дали тут ничего сделать. И, в принципе, все на этом. На этом их полномочия быстро подошли к концу. Давай сюда турелек оформим. Это просто, не знаю, такая окопная война на уничтожение всего живого. Все, валите им все это дело. Давай, наверное, мы еще под конец покажем бойцам, что вообще-то надо сражаться. А, все, поехали. Так, ассасина убивай где-то. Ассасин. Сейчас Вова убивает, давайте их отводить. А, ну все. Никто даже не сдох. Отлично. Вот бы так всегда было. Мы, кстати, получили псайкера, который не сказал бы, что сильно полезный, но, думаю, все равно лишней не будет. Так, ну что, ребят. Получается, на территорию вот эту вот с лесами Ассерии мы пойдем уже в следующем видосе. И, кстати, вот эту территорию с горами Гипериона и передовой базы мы тоже захватим в будущих видосах. Так что, пока что на этом все. Напоминаю, если вы на канале впервые подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, лайкайте, комментируйте, ну и не забывайте вообще заходить по ссылочкам в Дискорд, в группу ВК, ну и так далее. Так что, на этом все, ребят. Увидимся с вами в будущих видосах этого прохождения. Всем пока.